Всем привет! Долгожданное видео с бешбармаком. Сегодня снимаю его одна, для меня это непривычно. Готовили мы его сами со Снежулей. Она утром меня ждала, отварила мясо. И вот я пришла, сделала тесто. Делала тесто в первый раз. Было, кстати, ну, я готовила по новому рецепту, нашла его в интернете. Оно готовилось на мясном бульоне. Вот давайте попробуем. Так. Вообще-то вкус моего детства. У нас бабушка часто готовила. Тесто получилось очень вкусным. Зашла в магазин, взяла вот такую косичку, красивую, из теста. И внутри должно быть картофель с курицей. Так, попробуем. Неплохо. Я с Снежулей подготовила бульончик. Горячий. Готовили мы на говядине. Так, я посыплю селью немножечко. Вообще, хочу сказать всем спасибо за теплые слова, за поздравления. Под влогом Снежана выставил влог с выписки из роддома. Я читала комментарии, было очень приятно. Много комментариев было, пьем тюшес, прям захотел, что-то газировки. Кстати, много комментариев было про ту, какая хорошая сестра. Вообще, хочу по счету этого сказать, что, наверное, все, у кого есть близкие, сестры, братья, друг другу помогают. И я удивлена, когда некоторые удивляются. Или вот там был комментарий. Я не помню, я хотела даже его найти. Когда я его прочитала, мне было смешно. Моргни, если ты в рабстве. Блин, не смешно такие комментарии, если честно. Они не вызывают ни злость, ни негатив, ни ненависть. Они вызывают какое-то недоумение. Блин, ну неужели? Когда ты помогаешь родному человеку, когда он, например, находится в роддоме, там, с ребенком. Это какой-то подвиг. Вот это я удивляюсь. Так, давайте немножко покушаем. Так непривычно снимать одной. Вообще, мы должны были это видео снимать с Снежонкой. Но она будет сниматься чуть попозже. Поэтому решил ее подержать. Кстати, хочу вспомнить, чье это блюдо, какой национальности. Мне кажется, это казахское блюдо. Если я не ошибаюсь, подскажите в комментариях. Здесь у нас пассерованный лук на сливочном масле, растительном масле. Отварной картофель мы отваривали в этом же бульоне его. Единственное тесто отваривали отдельно. Очень вкусно. О чем хотелось с вами поговорить? Зас приняла пару вопросов. Давайте почитаем. Искала под разными роликами, где я была и со Снежули, и где они были. Некоторые вопросы были адресованы мне. Так. Азалия пишет. Азалия 25. Кто хочет, чтобы Лиана попробовала снять мукбанг, залайкать, чтобы она увидела. Вот. Азалия, тебе привет. Вот мукбанг. Я его снимаю. Вообще, много комментариев было про мой канал. Свой канал я, наверное, пока вести не буду. Возможно, буду снимать туда влоги, потому что тут я для дома сейчас хочу покупать, купить кое-какую мебель. Может быть, буду сделать такие ролики, знаете, покупки. Что-то из декоративки снимать. Но мукбанги пока нет. Так. Следующий вопрос. А вот вопрос как раз был. Есть ли у Лианы YouTube канал? Я говорила в каком-то ролике, что когда я начинала вести YouTube канал, я прям, знаете, горела этим делом. Вообще, я сейчас больше выкладываю что-то в Instagram. Я любила снимать рецепты, готовку. А потом я в один момент перегорела этим. И все. Я давно даже в Instagram рецепты не снимала. Вот очень много вопросов было по поводу этих бокалов. Happy03 пишет, Лиана, пьете кофе из красивого бокала? Откуда? Он очень понравился. И таких вопросов было очень много. Я говорила в каком-то из роликов, что я купила эти бокалы в фамилии на 8 марта. У-у. Я не помню, какой праздник был. Это был раньше. Или на Новый год. Ой. Крышечка упала от лимонада. Это была фамилия. Ну, как вы все знаете, фамилии приводят разные бренды со всех магазинов, что не придалось или я не знаю по каким причинам. И вот я последние две штучки забрала. Они были с пайкой. Я бы взяла и себе, но там больше не было. В каком-нибудь из видео Снежана спрашивала, подскажите, может, вы знаете. Потому что под бокалом написано «Марка Дели». И вот девушка подсказала, что где их можно купить. Я не поняла, честно. Этот сайт. Потому что на сайте он американский. И когда хочешь перевезти его на русский или закидываешь в корзину один бокал, закидываются тысячи. Так что, кому интересно, мы оставим этот сайт. Может, вы разберетесь. Но я бы тоже оттуда заказала, но не в таком количестве. Так, дальше вопрос задает Милана Ефремова. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Передайте, пожалуйста. Привет, Миланя. Привет тебе, большой вопрос. Если бы вы целый месяц питались одной какой-нибудь едой в одном месте, а в одно время, какое бы это место было и какая еда? Я, кстати, этот вопрос читала. Сначала думала не скринить, а потом подумала, что, наверное, отвечу. Но если вода не в счет, то я пила бы воду. И, наверное, бы я ела либо что-то из мяса, либо какую-то крупу. А если выбирать заведение или блюдо, даже не знаю. И может быть что-то домашнее. Но точно не фастфуд и не сладости. Что, знаете, заметила под многими блогерами, мукбанкерами именно очень много негативных комментариев, очень много агрессии. Это не ко всем относится, потому что есть и адекватные люди. и много, смотрю, уходят. Забрасывают каналы. Просто, наверное, многих разразяет реклама. Но так как сейчас YouTube не монетизируется, кто бы не говорил, что это у кого-то хобби, а вот вы сейчас хотите зарабатывать. Ну, кто бы хотел работать бесплатно, честно? Вы бы хотели? Немножко тесто слиплось, потому что сначала я его отварила, а потом уже добавляла мясо и картофель. Если вам понравится это видео, возможно, я снимусь еще, пока Снежоли не выйдет. Одна у них тоже на канале. Но я не знаю, что снять. Возможно, это будет фастфуд. Возможно, KFC, Burger King или McDonald's. Напишите мне идею. Что можно снять? Так, еще вопрос к скринелам. Так, Тина Титш. Так интересно ли она все приводит, покупает, дарит им постоянно, а вы, Снежана, тоже так делаете? Это у вас такая традиция или как? По поводу этого вопроса. Потому что много поступало вопросов, что как будто, вы знаете, как она им готовит, она им приносит, она им помогает. Но вы реально думаете, что у нас это в одну сторону? Я вернулась с поездки. Я была в городе, я привезла разные вкусняшки. Понятное дело, я не хотела ничего, чтобы Снежана готовила, и все такое. Она была на тот момент еще в положении. Я также могу прийти и позвонить и утром сказать, приготовь мне завтрак или что-то такое. У нас это, ну, не в одну сторону. Я удивляюсь, как мы такие комментарии получаем. Возможно, у этих людей нет брата и сестры. Возможно, нет близкого человека, который тоже так может помогать. Но я уделена. Честно, говядина стала одним моим любимым мясом. Свинину вообще не перевариваю. Курицу. Гуся тоже не очень люблю. Баранину, вот если честно, не во всех приготовлениях. Ну, кто приготовит, смотри, я могу покушать. Она такая жесткая мясо, достаточно специфическая. Его надо правильно уметь готовить. И, кстати, вопросов было много про последний ролик. У меня и в Инстаграме. И под видео Ольга Максимова пишет, Лиана, на вас надета очень красивая черная кофточка. Оставьте, пожалуйста, ссылку. Это была водолазка. Я ее покупала, если не ошибаюсь, в BeFree или так магазин называется. Вспомнить мне. Не, ну, это было давно. Я покупала ее год-два назад. Потом долго не носила. Тут наступило лет, я вспомнила. А сейчас Бирка ее нашла. Но она коротенькая. Ее надо с завученными брюками или джинсами. И про кофточку, которая была на мне полосатой. Такая-то Вайлберс. Вообще ссылочки я даю, если мне пишут в личное сообщение в Инстаграме. Обычно я всегда ссылки скидываю. И на платьишке очень много девочек писала. Так что пишите, я поделюсь, если нужно. Достаточно сытное блюдо. Тесто, мясо, картофель. Но очень вкусно. Так что все, кто ждал и говорил, а где видео, вы обещали его, нет? Вот, мы его сняли. Так, я думаю, еще было видео. И были вопросы. Вот, опять же, девочка написала о зале. Блин, Лена не ответила на вопрос, который прочитала Снежана. Будет ли она снимать в банке? Ну, как можно сказать, что нет, не буду. Вот я же снимаю. Но это видео выйдет на канал сестры. На свой канал пока я не планирую снимать. Вот я сейчас искала вопросы. И очень много, мало вопросов нашла, потому что в основном все были поздравления про малыша, родителям. Так что задавайте вопросы, с радостью отвечу. И если не со Снежаной, то в следующий раз я сниму снова одна. Знаю, что многие не любят жареный лук. Я, кстати, люблю жареный лук. Я вот немножко теста посклеилась из-за того, что я его слишком горячим выложила на тарелочку. Я, если честно, очень наелась. Спасибо всем, кто смотрел видео до конца. Я надеюсь, вы меня поддержите. Потому что первый раз одной снимать вообще непрерывочно. Про эту чашечку тоже много было вопросов. Эта чашечка из магнит-косметика. Она рублей 300, мне кажется, стоила. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Пишите свои вопросы. Можете писать идеи для нового блюда. Я очень сильно объелась. Не хочу себя заставлять, потому что я, когда пришла, еще кофе попила. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Пока.